БТР-82А В празднике запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2000 военнослужащих Тихоокеанского флота. В этом году организаторы праздника пообещали жителям и гостям Владивостока новую культурную программу, которая сконцентрируется вокруг знаменательной даты 320 лет со дня учреждения Петром I Андреевского военно-морского флага. В преддверии дня ВМФ на сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел, посвященный главному военно-морскому параду. Посетители портала смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада, а также схемами построения кораблей в главных базах военно-морского флота России, в том числе и во Владивостоке. На главной сцене праздника в дальневосточной столице, арене ЦСКА, водная станция ТОВ, пройдет историческая часть программы. Площадь будет стилизована под палубы кораблей российского флота. В амфитеатре на спортивной набережной для жителей и гостей города пройдет большой концерт. В Амурском заливе представят мощь отечественного флота в захватывающем представлении. Кстати, в параде кораблей впервые примут участие корабль-дог военно-морских сил Филиппин, Давао-даль-Сур и фрегат военно-морских сил Вьетнама Куангчунг. Еще один дебютант – самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота России «Маршал Крылов». Корабль предназначен для обеспечения летно-конструкторских испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов. Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня военно-морского флота России. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.